В Молдове, по крайней мере, говорят об этом все, что в ближайшее время Влад Георгиевич возвращается на родину для продолжения своей деятельности, да, уж не знаю какой, там, политической, экономической, не знаю, господарской, не знаю, тем более, что вот в сегодняшних условиях, я сейчас, наверное, не очень представляю себе его возвращение, тем более, что по степени, и, я бы сказал так, отвязности, отвязности политических репрессий, Санду давно уже перепрыгнула режим плохой кинка 100%. Слушай, ну она же на этой неделе еще заговорила о том, что Россия является главной угрозой, то есть я понимаю, когда это принимают на уровне НАТО, я уже к этому привык. Ну да. Ну вот, из уст кисельевских деятелей, ну это как-то совсем уже странно выглядит. Ну, слушай, ну они же, так сказать, люди экзальтированные, и в этой их экзальтации постоянно поддерживают другие экзальтированные люди, там, в Европу. Типа вот этой вот, набившей оскорбленную унистовую Сулы, да, трач-гинеколог, который по совместительству председательствует Европейской комиссии, да, вот она на этой неделе опять, значит, вот, высказалась, что, как она, высказалась о непоколебимой поддержке Молдавии и увеличении финансирования помощи республики. Вот так вот, понимаешь, вот так вот. Это она, как раз, у нее была совместная пресс-конференция с Майей Санду, вот, а Усула на этой неделе решила посетить Кисынюк. Ну, ты представляешь себе, приезжает такая тетенька, такая, и, так сказать, с гибельсовскими нотками в голосе, вот, так грозно, сурово заявляет о непоколебимой поддержке Молдавии. Правда, Кисынюк, рядом сидит Майя Санду. Ну, естественно, она заводится еще больше от этого всего, ну, и неудивительно, что соответствующие тексты выдает потом. Ну, прекрасно. Майя Григорьевна не пробовала задать себе, как говорил Остап Брагимович Голдов, сложный вопрос. А деньги на эту процедурку у Европейского Союза сейчас есть? Вот, если они не состоят, даже Украину прокажут. Это не важно. Это, чувак, знаешь, главное, ты все-таки вот какой-то, знаешь, злой, скучный человек, понимаешь, ты все время про деньги, про экономику, про логику развития, понимаешь, вот. А это другое, знаешь, это вот в таком творческом, так сказать, порыве. Ура, вперед, куда вперед, куда ура, зачем ура, это не важно. Главное, вот, чтобы с таким-то, сказать, соответствующим задором все это происходило. А, Матвеич, мы с тобой сколько этого молодецкого забора видели за последние 20 лет на постсоветское право? Однозначно, однозначно. И вот, ну, ну, некоторых людей-то, в принципе, здесь ничему не учат, понимаешь, и никакие грабли им здесь не, значит, учителя, так сказать. Некоторых, мне кажется, могилу только исправят. Вот. А те, кто в состоянии учить уроки, да, в том числе и не самые приятные, вот они вполне себе в бишкеке на этой неделе и, так сказать, общались и думали, как жить дальше вокруг большой России. Ну, по поводу тех, кто не хочет учить уроки, это вот самое яркое проявление, например, при палочке. Упера. В идеальной просто сборке. Вот, опять же, по поводу денег. Эстония заявила о готовности потерять финансирование Европейского Союза ради членства Украины. Но это ведь не поможет ни одним, ни другим. Ну, то есть, это даже, это даже не отпорозить уши, понимаешь, это что-то, это что-то другое, мне кажется, как-то это по-другому называется. Ну, хорошо, а вот, опять же, я понимаю, ты сейчас скажешь, что я скучный, а за счет чего-то Эстония тогда будет выживать. Ну, все же знают прекрасно, что все 30 лет после распада Советского Союза. Экономика этой страны зависит целиком и полностью от ежегодного датирования со страны Европейского Союза. То же самое в Латме и в Литвее, кстати. Это был прием Вести-ФМ на детекторный приемник с внешним усилителем. Всем спасибо. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok